Российская политика радикально изменилась с 2012-2013 годов, а после начала Украинской войны она претерпела весьма выраженные изменения. В результате Украинской войны и западных санкций Россия постоянно ищет способы, благодаря которым она сможет смягчить воздействие санкций. И в рамках этой логики Турция и Азербайджан являются для России чрезвычайно важными странами. Знаете, происходят совсем глубокие изменения. Если до недавнего времени этот регион или его система безопасности основывались исключительно на российском факторе, то можно сказать, что теперь она опирается на Россию и Турцию, то есть влияние Турции возросло и теперь у нас есть система безопасности в этом регионе, спонсором которой является не только Россия. Имеется два спонсора России и Турция. Об этом сказал политолог Сурен Суринянце. По крайней мере это факт, что на Южном Кавказе уже есть не только российское влияние, а русско-турецкое. И в этом контексте серьезного влияния Запада нет, явно нет. Также хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Итак, у России, Турции и Ирана много противоречий, но одно определенно заметно, что у них есть неписанный консенсус в блокировании входа иностранных игроков в этот регион. Формат 3 плюс 3 именно это и есть, Запад в глобальном смысле слабеет по всему миру. Это очевидно. Запад проиграл гонку за глобальный юг, и количество стран в мире, которые просто не признают гегемонию Запада, увеличивается. Не будем забывать, что на последнем саммите G20, который состоялся перед Арабо-Израильской войной, и где почти половина стран Западные государства, не смогли принять резолюцию в вопросе Украины, которая осудила бы Россию. Где вы видели, что Запад готов практически защищать территориальную целостность и безопасность Армении? А что касается оружия, которые мы планируем закупить, вот когда получим вооружение Франции, тогда и сделаем выводы. Конечно мы можем их и не получить. По какой логистической дорогой данную военную технику привезут в Армению? Позитивно оцениваю данное соглашение, но можете сказать каким путем будет осуществляться транспортировка в Армению. Грузия множественное число раз запрещала со своей территории перевозить оружие в Армению, во время сорока четырехдневной войны и после. Иран не разрешит по своей территории поставлять западное оружие, это очевидно. Что, Турция и Азербайджан должны позволить передать это оружие Армении? Не рассматривайте эту транзакцию как гарантию безопасности. Франция имеет свои цели, не то, чтобы их волновали проблемы армян. Если вы сегодня посмотрите куда поехал Макрон, все станет ясно. Эффективные военно-технические операции происходят бесшумно, из-за этого шума у Баку возрастает соблазн нанести превентивный удар по Армении, то есть по причине этого шума мы сможем получить азербайджанский удар раньше, чем эти вооружения. И добавлю, что очень сильно преувеличивают политическое значение и значение этой сделки для безопасности, заявил политолог.